От миотского отростка, Митани, Митанье. До Махабхараты Махаджанапада. Самоназвание страны Митания сейчас обычно транскрибируется как Митанье. От прокритского корня, Мит, А, Мысль, в современной словоконструкции это самоназвание звучало бы как Мысляндия, или Мышляндия, страна мыслящих. Таково название существовало в Приазовье и Передней Азии, в противопоставлении кемвранасинских династий шумерским и другим вариациям одурманивания и деградации, тантре и вантизма, когда деградирующие народы прекращали полноценно и здраво мыслить. Родичи хеттов, кемерийцев и фракийцев. Изначально пребывали под властью кемвранской династии, под правлением ее ветви аурвандатов, имевший сложную младшую династическую спутанность с бельцесичанскими. Передком аурвандатов и всего древомиотских династий младшей кемвранской династии был Минтахшатр Кхеравнас, Сатасраджаса Ахварасаданович. Он, взяв в жены синскую княжну, смог забрать под свою власть и власть своих потомков всю Северную Синдику. По его имени Минтахшатр был назван народ Меаты, Дыр, Грич. Лат. Манитая. Во времена Оузмилу Дзира Сагдарнастыря потомки аурвандат Парамабхай Минтахшатрович, кемвранкнес Сакьякнис Синдаркнис приняли участие в южных походах, ввиду чего их потомки закрепились на Средиземноморских островах, в Анатолийском полуострове и в Передней Азии. Немногим менее четырех тысяч лет назад наряду с протахеттами метанийцы заняли территории на восток от Хетского, Ядра и на юг от Урарту. Метанийцы около тысячи лет поддерживали теснейшие взаимоотношения со своими меотскими старшими братьями, и только потрясение около трех тысяч лет назад оттеснили урартиан и другие народы на землебылых дорог. Проходы метанийских кочевых воинств вызывали противление местных народов и так некогда единый народ. Разорвался на две больших части. Анатолийские и Средиземноморские ветви оторвались ранее. Метанийская держава, или древняя хурицкая держава Ханегальбат, в ассирийских текстах, ранние поселения, которые были созданы еще субратианами и названы Нагарана, Нагорная, или Нахарин, а, в египетских и семитских текстах, которую пересобрала и отцентрировала под себя метанийская династия, ответвление меотских аурвандатов. Та есть, позднее по крайней мере аноминально, метания была ответвлением и на начальных этапах, колонии при Азовской Меотской, Северосинской, державы в составе Кемерийской империи. Это делало для потомков метании, позднее пришедшие меотские и синские войска в составе Великого Кемвранского исхода, дальними родичами и сюзеренами, а самих кемвранов – верховными сюзеренами. Такое древнее обстоятельство обеспечило лояльность части переднеазиатского населения кемвранам. Так, хоть к временам прихода кемвранов семи, шести веков до н. Многие из потомков метанийских родов и были подчинены Ассирии, но завидев родные знамена, они восставали и переходили под кемвранские знамена. Потому и творился тогда в Передней Азии хаос, а современных исследователей не могут понять, что хоть в состав Мидии, Аншана и Парсавы, конечно же, вошло множество представителей местных автохтонных элит, но катализатором для всего этого движения и возникновения ахименидских держав стал приход самих кемвранов и их центральной ветви, ставшей ахименидами. Осколок кемерийского или посткемерийского предмета с солярно-эротайской символикой. Поддерживая дружеские отношения с кемвранами, с агротианами, осколками коситов и династиями, контролирующими Иранское Нагорье, с древних времен начали предпринимать военно-миссионерские походы на территорию Индостана. Передняя азиатская держава Митани, древнее хурицкое государство, 1713 ВВДН и имела столицу, Вашукани, Хашкани, располагалась у истоков реки Хабур. Название столицы, вероятно, происходит от слова Вашукана, вышуканна, изысканная, то есть прекрасная, величественная. Предполагается, что этот город стоял на месте современного города Серикани в Сирии. Митань не утвердился на исторической арене в условиях вакуума силы, образовавшегося вследствие разгрома Вавилонской империи Хетто-Хуридским союзом в 16 ВВДН. А эти хуриды, по мнению И.М. Дьяконова, стали главным компонентом армянского народа, полностью перемешавшись с другими родственными народами. Население Митань не состояло из хуридов и семитов, официальными языками были хуридский и откадский. Митань, основной геральдический символ, приверет выше, а тут место карте. По поводу хуридского языка существует консенсус ученых о непосредственной его связи с урарским языком, то есть несмотря на то, что зафиксировано множество связей хуридского языка с кавказскими языками, прослеживаются и индоевропейские параллели, что говорит о его промежуточном статусе. Родственные связи хуридского языка остаются невыясненными. С.А. Старостин полагал, что он находится в отдаленном родстве с современными северокавказскими, нахско-дагестанскими, языками, однако в современной науке эта гипотеза менее популярна. То, что метанейцы говорили на хуридском языке, видно как из текстов договоров, заключенных ими с хэттами, так и из писем египетским фараонам. Хуридия была колонией хорватской династии. Митания была колонией Меотиды. Кицеватна, Синдики. Хаттахетия, хорвата-кимвранской тагатвы. Арсава, Арцава, аревического крыла Саураматской династии. Между тем, в языке метанни очевиден индоевропейский субстрат, иногда именуемый как метанейский арийский язык. Скрепление текстов договоров с хэттами именами божеств Митра, Ворона, Индры и Клятвы этим богам свидетельствуют о том, что метанейцы принимали мифы и верования, господствовавшие в индоевропейской группе. Немецкая исследовательница А. Каменхубер предполагала, что все индоиранские термины и имена собственные, выявленные в метанейской традиции, отражают не индоиранское, а хуридское произношение. Династия и ее сторонники сохраняли индоиранские обычаи и заимствования из индоиранского языка, но сами говорили уже только по-хуридски. Однако теория Каменхубер позднее была опровергнута австрийским лингвистом М. Майрхофером и англичанином П. Мури. Они показали, что метанейцы были индоариями, хотя и с диалектными отличиями от ригведы, ближе к прокритам и с чертами архаичности, еще без стяжения дифтонгов. Но вера у них была та же. По хронологии эти индоарии совпадают с доведическими и доиндийскими ариями. И являются не братьями, а прямыми предками тех, кто далее стали ведическими ариями в Индии. То есть не до времен прихода метанейцев к Армянскому Нагорью, ни во времена существования метанейского государства, ни даже в ранние времена их исхода, в истории не могла существовать развитая индийская арийская культура. Конечно, поселения и отдельные переселения туда осуществлялись уже тысячелетия, но не более чем военные заставы и небольшие военные поселения кочующих кемврано-скифских армий. Не четыре тысячи, не три тысячи, а только к двум тысячам пятистам в Индии реально сложилась более-менее классическая и известная нам индийская, ведическая культура. Ашрамы Вьесадивы и других, которые задолго до этого были в Индии, не считаются так же, как и орбитальная станция, пока никак не дотягивает до статуса города. Метанейцы – предки основного этнического ядра, ставшего позднее индоариями. Немного метанейцев осталось на их раннем месте проживания, немного вошло в формирующийся армянский народ и еще немного смешалось с протомедийцами и протоиранцами. Но в иранском этногенезе метанейцы были скорее примесью, а для протоиндусов они были основой. Акпарпола отмечает, что восемь арийских имен собственных изметаний имеют структуру, гостеприимец бога такого-то, например, Митратитхи. Это необычная для регведы структура, но в мандалах Ай и особенно семь регведы содержатся гимна семьи Канва, связана с племенами Яду и Турваша, в которых есть подобные структуры. Парпола считает это ранней частью регведы. Кстати, эти Турваша — это те же Турши, то есть потомки Тавров, часть из которых также переселялась в авангарде Кемвранского исхода. Наиболее вероятной локализацией древнейших метанейцев представляется район около Оз. Урмия в сверозападном Иране, в области, которую еще греческие историки и географы второй половины Ай-тысячелетия до Н. Называли матииной или матианой. Спорным остается вопрос о положении индоиранского языка, сохраненного глоссами. Внутри группы индоиранских языков. В собранном материале нет черт, характерных для иранских языков, в то же время есть черты, архаичные уже для индийских ведийских текстов, но и черты, заведомо возникшие в языках индийской ветви лишь вай тысячелетия до Н, и отсутствующие в санскрите. Вывод из этих данных может быть различен. 1. Метанейский арийский – очень древний язык индийской ветви, однако уже выработавший некоторые черты, возникшие в других индийских диалектах лишь позже. 2. Метанейский арийский – это диалект будущих иранских племен, но относящийся ко времени до выработки фонетических особенностей, отделивших иранскую ветвь от индийских, и, однако, имеющие уже и некоторые позднейшие, все-таки не иранские черты. 3. Метанейский арийский – принадлежит к ветве, промежуточной между иранской и индийской, а именно к дардокафирской. Эта ветвь, сохранившаяся ныне лишь в северо-восточном Афганистане, Пакистане и в Кашмире, считается специалистами первой по времени выделения из индоиранской общности и по времени переселения в Ирано-Индийский регион, поэтому вполне возможно, что диалекты этой ветви имели вначале более широкое распространение в Иране, пока не были вытеснены позднейшими волнами собственно ираноязычных племен, появившихся здесь не позже последних веков два тысячелетия до Н.Э. Именно это решение удовлетворяет всем отличительным признакам метанейского арийского. Необходимо заметить, что индоиранизмы в культуре, языке и именах собственных обнаруживаются только у хуритов метанейской группы, их нет в ранних хуритских надписях, нет ни в Алалахе Блис Устье-Эр-Аронт, ни в Кицувадне, ни в Богостойском архиве, исключая дипломатические договоры с метаней, ни в Арабхе. Войско метаней владело высокой техникой коневодства и колесничного боя, что, вероятно, и позволило объединить мелкие хуритские племенные группы Месопотамии и починить семитские, аморейско-аткадские, города-государства на всем пространстве между Загросскими и Амоносскими горными линиями. Вот известные имена метанейских правителей и их прокрито-санскритские переводы. Паршататор, первотодар, перводаренный или первоотецариев, Кей. 1460-1440 до Н. Э. Шауштатар, соустадар, дар сияния сотни сияний, Кей. 1450-1410 годов до Н. Звездочка-звездочка. Артатама Ай, Артадама, датель великого могущества Арты, 1410-1400 года до Н. Звездочка-звездочка. Шутарна-2, Сутарна, Сатярана, святой царь, 1400-1375 года до Н. Гелухепа, Кальхава или Гельхепа. Известно в 1378-1376 годах до Н. Звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка. Арташумара, Артасумара, Арта, воплощенная в смертном, или, правда, горы, меру. 1375-1370 года до Н. Мутемуэ, Махамайя, Великая Майя, Великая Волшебная, звездочка-звездочка-звездочка. Тушратта, Туюэратта, Тиусратха, Божественные Ратха, звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка до Н. Э. Юни, Джуни, имя аналог Юноны или Этрусской Юни, царица Миттани, жена Тушратты. Дадухепа, Дадхапа, звездочка, 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 дочь Теусратха. Дадухепа, другая дочь Теусратха. Артадама 2, Артадама, датель великого могущества Арты. Шутарна 3, Сутарна, Сатьярана, святой царь. Шативаза, Сативаса, Сатяваса или Сатявасу, освещающий все. Шатуара Ай, Сатиарья, Сатиарья, благой арий. Васашатта, Васасатта, Васусатта, Васусати, всесветлый, возможно родственно имени Виштасп, звездочка. Шатуара 2, Сатиарья, Сатиарья, благой арий. Звездочка в восточно-кимерийских, индоиранских, языках в РСУ имела вторичные значения, блеск, добро, лучший, что видно и во многих санскритских словах и в имени Дарья, Драеваю. В таком ключе, чтобы не создавать тавтологию, светлый свет, Васашатта, Васусати, можно переводить как «свет святости». Звездочка-звездочка Шауштатар, Ау-Татар, также транскрибируется как Шаушатар, Саусадаттар мной транскрибируется как Саустадар, Дар сияющий сотни сияний, так как такое имя реально существует в ведическом именословии эрахманской традиции. Менее вероятно, что Саусадаттар это Саусадаттар гибрид имен Саустан, воплощение сияния, и Датаяр, Датаяр. Звездочка-звездочка-звездочка даже в официальных трактовках данное имя этимологизируют с санскрита, возводя Сутарна, или Сударна, от санскритского Судхарана, Судирана, тот, кто поддерживает благо. Другие возводят имя Сутарна к меньше, чем Сетвар с трактовкой «Воин». Но это скорее роднит данное имя с боспорским Сатор, Сатир, Спаситель. Звездочка-звездочка-звездочка-звездочка Парадарн может переводиться как «Великий дарованный» или вариация имени Парадатта. В официальной трактовке имя Парататтарна транскрибируется неопределенно «Пи-слэш-Барат-Ти-Ама». Но сам Парататтарна уверенно называл себя «царем воинов Хурии», «царем хорватских воинов», что предполагает его индоевропейское происхождение, а значит и именование. Общескифская неопределенность «Пи-слэш-Би», «П-слэш-Бе» свойственна многим именам, среди которых и Парадат, Бартатуа, Пересад, Бересад и другие. В кемерийском же языке такое хоть и бывало, но редко, и то под скифским влиянием, например, когда Барс переделал свое имя в скифском стиле на просад, что позднее устоялось в форме Парс, Перс. Звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка Гелухепа существует транскрипцией ее метонейского имени Кейлуби, Ричард С. Хис. Амарно персонал Намис. Ейсен Браунс, 1993-го. С. 245-312 секунд. А. С. Б. Н. 9-7-8-0-9-3-1-4-6-4-7-1-3-точка. А также египетское написание К. И. Р. Дж. У. Ай-Пи. Ар. Коэн. Амарно дипломерси, The Beginnings of International Relations. Дж. У. Пресс, 2000-го. С. 79-80-340 секунд. А. С. Б. Н. 9-7-8-0-8-0-1-8-6-1-9-9-4-точка. Но поскольку она Метанкнесси, дочь Шутарны-2 и сестра Тушратты, и лишь став женой Аминхотепа-3 приобщилась к египетской культуре, ее имя имеет индоевропейскую основу. В сказаниях про войну с Данавами Сагаэра и Эрадакоша известен святой подвижник Кальхаваст, также упоминается Кальхавастас. Учитывая данные, которые будут. Приведены далее, также вероятно трактовка как Гельхепа, Хельхепа, Сияние Хепы. Звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка Тушратта, царь Метанни, правил приблизительно в 1370, 1350 или 1340 г. до н. э. Младший сын Шутарны-2, Туюэратта, считаю наиболее логично интерпретировать как Тиусратха, Божественный Радха, притом, точно нельзя знать, что имеется в виду под словом Эратта, Радха, Ратээ, правда, гармония, порядок, справедливость, военные свершения, доблесть, витязь. Та есть его имя может значить, сын Божественной Эратаэ, Божественно-правдивый, Божественно-порядочный, Божественно-справедливый, Божественно-доблестный, Божий Витязь. В официальной трактовке имя возводят от санскритского Твисратха со значением, обладающий устрашающей колесницей, или Твенарата, его колесницы. Считаю это имя близким у Ратра-Ахименицкому имени Теуспа, Бог Великий, по структуре, но также близким Ахименицким именам, Санданакшатра и Артаксеркса по смыслу. Также при некоторых преобразованиях посредством эраглевишенической письменности, Тушратта, Тусарадда, можно интерпретировать как «могучий артой дарованный». Звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка-звездочка Дадухепа, Дюю-Дюай-Слэш-Ипа, Ди-И-И-Дюи-Ипа, Даду-Ипа, Дуду-Ипа, Метанийская царевна, дочь Тушратты. Правило около 1382-1342 года до Н.Э. Супруга Хитарха Тутхалии-3, мать Тутхалии-младшего и Хитарха Супилулиумы-Ай, другие считают ее наоборот первой женой Супилулиумы-Ай, матерью Арнуванда-2 и Мурсили-2. Ее имя переводят с Хурицкого как «Сделанное хепой» Куэйдернос де Хистаурирмандирл. Ойнеска.1954 С 387-516 секунд Предагаю уточненную версию перевода ее имени не «Сделанное хепой», а «Данное хепой». Она же, в любом случае, приходилась теткой-правителю Ахиявы Антаравасу, Эфауэр, Имрл. А я в слэшере Кэберлинг, Бруно Майснер, он дит зот Тейдзерт. Реалихикон де эра сериологии унтвардера сетищен археология. Т.1.С. 54. Имя этой княжны и ее сестры, или племянницы, ставят под сомнение возведение имени Гилухепа Кальхава. Но связывают эти имена с именем жены Тишуба, Теушба, великого бога богов, Хепы, богини солнечного сияния, что в свою очередь подтверждает вероятность трактовки Тушратта, Туэратта как Теусратха. Имя Тадухепа, другая дочь Теусратха, может быть вариацией имени Дадухепа, и в любом случае оно сделано по тому же принципу. Считается, что эта метанийская царевна, дочь Тушратты и его царица Юни, племянница Арташумары, как и ее родная тетка Гилухепа стала одной из жен древнеегипетского фараона Аминхотепа-3 только значительно позже. Звездочка-звездочка-другие варианты имени Артатама-Ай, Артадама, Ардадама, обычно возводят Ксанскр. Артадиман, живущий согласно священному закону. Звездочка-звездочка-звездочка-имя Махамая Артадамовны, вторая супруга фараона Тутмоса-4 и мать Аминхотепа-3 из 18 династии, обычно транскрибируют как мутему и возводя к Египту. МВТМ-ИА – мут в священной лодке, но это скорее адаптация ее имени к египетским понятиям, а имея индоевропейское происхождение и имя она начально имела индоевропейское. Начало политического преобладания хуритов в Верхней Месопотамии относится к 17 в.д.н. Концом этого века датируется большой поход хуритов Ханегальбата вглубь Малой Азии при хетском царе Хатусили-Ай, который был в это время отвлечен экспедицией на запад полуострова. Этот факт указывает на то, что хуритское государство должно было консолидироваться в этот период. Набег хуритов был не без труда отражен хетским властителем, который закрепил за собой территорию между горами Тавра и Ефратом. В позднейших текстах Ханегальбат выступает лишь как другое название царства Метани, поэтому можно думать, что образовавшиеся не поздние семнадцать. Крупное хуритское государство как раз и было хорошо известным из истории середины два тысячелетия царства Метани, так в ранних текстах, или Метинни. И.М. Дьяконов полагает, что Ханегальбат было названием страны, а Метанни – одного из хуритских племен и его династии. Внук и преемник Хатусили Ай, Мурсили Ай, в 1595 годе Даэн. Организовал поход на Вавилон. Он покончил с государством, основанным Хамурапи, в дальнейшем его территорию захватили Касситы. Насколько можно судить, Мурсили прошел только вдоль Ефрата, не углубляясь в Ханегальбат, то есть во внутренней части Верхней Месопотамии, и имел с хуритами лишь небольшие стычки. После Мурсили в Хетском царстве начались длительные внутренние междоусобицы, что способствовало возвышению и укреплению Метанни. Первый известный по имени царь, Маэтане, Шутарна Ай, сын Кирты, известен по оттиску печати Валалахи конца 16 В.Д.Н.Э. После него правил Парататарна, известный по большой надписи Идриме, царя Валалаха. Идриме был вынужден бежать от своих врагов в Эмарной Ефрате, видимо, в метанейские владения, и впоследствии был восстановлен на престоле Алалаха с помощью Паратарны. С этого времени следует датировать начало проникновения метанейского влияния в Сирию. Наиболее могущественным царем Метанни был Саусатар, или Саусададатар. Он носил титул «царя Маэтане», «царя воинов Хурии». Он же заключил договор с царем Китсувадны к югу от гор Тавра. Ему подчинялись автономные Алалах и Арабха. Ему же удалось установить власть над Ашуром, который хотя и не вошел непосредственно в состав государства Метанни, но имел метанейского посла, Сукалу. Посол принимал участие в работе Совета Старейшина Ашура и носил наравне с другими звания годичного Ипани Малиму. Метанни подчинялись многие города восточной части ПОВа Малая Азия. Непосредственно в состав Метанни входила область Кадмухи на Верхнем Тигры, а возможно, и некоторые области севернее его притоков. Египетские фараоны 18 династия в своих завоевательных походах 16 и последующих веков до Эн. На Палестину и Сирию постоянно соприкасались с местными правителями, носившими индоиранские имена, очевидно, состоявшими в родстве с Метанейской династией и бывшими ее ставленниками. Египетские надписи называют Метанни термином «нахрайна», «двуречи» или «междуречи», из чего видно, что они отождествляли это государство со всей территории Верхними Сопотамии между Ефратом и Тигром. Фараону Тутмасу Ай, конец 16 в.д.н.э., впервые. Удалось выйти на Ефрат, где он поставил свою стелу с надписью, устанавливающей северную границу египетских владений. Таким образом, Египет и Метанни вступили в борьбу за сферы влияния, поскольку египтяне начали активно вытеснять власть Метанни, простиравшуюся на юго-востоке до Тунипа и Катны в северной Сирии. Во время походов египетского фараона Тутмаса-3 он встретил сопротивление со стороны коалиции сиропалестинских властителей под эгидой Метанни. Согласно составленным песцом фараона Танни Неаналом, на 33 год своего царствования Тутмас вторгся в пределы Метаннийского царства, вынудив его правителя бежать за Ефрат. Война с Метанни шла с переменным успехом вплоть до правления Ортодамы Ай в Метанни и Тутмаса-4 в Египте, конец 15 в Эгдаен-Эе, когда между ними был заключен мир и Ортодама отдал свою дочь в гарем фараона. Это замерение объясняется мощной угрозой Метанни со стороны усилившегося хетского царства, царь которого Хатусилис-3 проник глубоко в Сирию. Весь последующий период идут войны между хеттами и метанийцами, и сторонниками тех и других, а в Метанни начинается полоса династических расприй. Тем не менее царь Тушратта, опираясь на дружбу с Египтом, смог успешно сражаться с хеттами и благополучно долгое время процарствовать в Верхней Месопотамии, вплоть до вступления Аминхотепа-4 на египетский трон. По смерти Тушратты престол Метанни формально переходит к престарелому и больному сопернику Тушратты, Ортодаме-2, издавна претендовавшему на него. Фактически страной правит его сын Шутарна-3. Эти события происходили при хеттской поддержке, помимо прямой помощи, которую Ортодама-2 и Шутарна получили от Алзи, царства в долине реки Арацани-Мурацу на Армянском Нагорье, и от Ашшура. Схватив большую группу знати, сторонников Тушратты, Шутарна попытался передать их в Ашшур, но ашшурские власти, очевидно, не желавшие связывать себя ввиду неопределенности дальнейших событий в Метанни, отказались их принять, и тогда Шутарна приказал всех их казнить. Однако двести колесниц во главе с их начальником Агити-Шубом бежали в дружественную страну Арабху. Опираясь на них, Шативаза, сын Тушратты, вступил в переговоры с коситским царем, но тот отнял у него все колесницы, и царевич, едва спасшись бегством, обратился за помощью к хеттам. Там он появился с одной колесницей и двумя сопровождавшими его хуритами, не имея даже сменной одежды, но был встречен панцарски, Супелулиума отдал ему в жены свою дочь, предварительно выяснив, какое она займет положение в Метанни, и предоставил ему войско во главе со своим сыном. После разгрома метанейской армии Супелулиума, по просьбе Шативазы, сделал его наследником престола Метани и оставил на троне тяжело больного Артадаму, дядю Шативасы. События завершились тем, что гегемония Метанни пресеклась, на западе возобладали хетты, на востоке поднялась Ассирия. Государство Метанни потеряло политическое значение, а в 1250-м годе до н. было окончательно уничтожено Ассирией, ранее зависевшей от Метанни. Люди хури, очевидно, воинская знать, играли значительную роль при царе и иногда упоминались вместе с царем в государственных договорах. Большую роль в войне и в управлении играли колесничие, Марианна. Сами колесницы, как рот оружия и тактика колесничного боя были, видимо, заимствованы у индоиранцев, но колесничие в это время, судя по их именам, были чистыми хуритами. Термин «Марианна», вопреки постоянным утверждениям ряда исследователей, чисто хурит аурардский, а не происходит от древнеиндийского Мария, муж, юноша. Это доказывается не только наличием хорошей этимологии этого слова, но и тем, что институт Марианна существовал не только у метанейцев, испытавших индоиранское влияние, но и у всех хуритов вообще, включая Алалах и Арабхе. Эти Марианна были не феодальной знатью, а дворцовыми служащими, получавшими свои колесницы с казенных складов. Здания в основном возводились из сырцового кирпича, а из камня делали фундамент, цоколь и колонны. Для перекрытия использовали дерево. О связи хуритов с основными индоевропейцами и последующими ахименицкими державами свидетельствуют также и имена хуритских богов и их культы. Например, Аштабе, Угаритский, Аштб, также известный как Аштабел, был богом, которому поклонялись в Хецкой империи 3000 л.д.н. Э. За свидетельствованными письменами вариантами являются Аштабе, Валалахи и Хатуси, Аштабел слэш Аштабель, Вебла и Мари, Аштпи, возможно, ТПЛ и ТПР, алфавитные написания из Угарита. Арчи, Альфонсо, 1997 Исследования в Пантеоне Эбла-2 Ориенталия Джиби Пресс, Григорианская библейская пресса 66, 4-414-425 АССН 0030-5367 Джейджер 43078145-416-417 Имя схоже с хуридскими Кумарби и Набарби Хуридская Аштаби, Эль, того же происхождения, что и медопарсавская Ортабан, Парф, Ордан, Дыр, Греч, где, как в персидском и польском языках индоевропейское, Эр превращается в Ша. В хуридском и, соответственно, Хецком, Пантеоне, как и у Горицком и Эблаицком, Аштабе почитался как бог войны. В одном Аблаицком документе упоминаются статуи Аштабе, Атар и Бараду-Маду, Бараду-Маду. И они же упоминаются в связи с церемонией очищения для принца Ирагдаму. Близок Месопотамскому Лугалу-Мараде, богу войны, города Марат, Нергалу и Нинорти и Вавиланскому Забабе. Другие переднеазиатские версии Куйта. Атар, праведный, древнее имя Шукера и Рахмана в семитской мифологии, Атар в арабском языке, Эстиар в эфиосемитском языке. Угорицкая Атар, Атар. У арамеев Атар, Атар. В древней арамейской религии поклонялись умершим предкам родов, называемым Ам, а Атары считали предком предков. Абми Атар, М, Уф. Мой предок Атар. Использование имени бога Атара в качестве теофорического элемента засвидетельствовано в имени Баратар, Атар, Букв. Сын Атара, восемь в да эн, э, или Атар сумки, м, уф. Атар, моя опора, так звали двух правителей королевства Бетгуш. Аттар Шамайн. Одной из апостасей арамейского Атара был Атар Шамайн, то есть Атар Солнце. Одной из апостасей южноаравийского Атар был Киром, Киром был формой Атара, который обеспечивал плодородие в виде дождя, который он раздавал. У ханаанских народов Атар смешивался с Шаггаром, с Агаром. Около пяти тысяч лет назад в Индии начались реформы по созданию и навязыванию индийского видизма. Это началось еще в самом конце войны богов и осуществлялось местной коллегией жрецов, которые противопоставились Саагасту и Веденградью. Предводительствовал им Шрила Дваинпаяна Висадьева. Буддизм явился там около двух тысяч пятисот лет назад. Именно они, Ани Вьяса или его коллегия, создали ту версию санскритского языка, письменности и счета, а уже далее на их основе остальные допиливали и допридумывали санскрит и Веды Индии. Правда и... Их наследие в чистом виде не дошло, ведь при Ошоке все подверглось тотальному редактированию. То есть индийские Веды не могут быть старше того времени, когда появился язык и письменность, на которых они написаны. Ну или прототип индийских Вед, в Индии, конечно, с времен Вьесадьевы был, но в окончательный индийский вариант Вед, и Тихос и Упанишат вошли как основы произведения Вьесадьевы, однако они преломлялись и на местность Индостана на протяжении более чем двух тысяч лет, и позднее приняв еще и кимвроскифские мотивы приобрели вид того, из чего позднее сформировалось их. Окончательная версия. Махабхарата, Санскр. Махабхратам, Великая Бхаратиада, также, великое сказание о потомках Бхараты, царя Бхаратоваши, потомка царя Куру, древнеиндийский эпос на санскрите, состоит из 18 книг, Парф, и содержит более 75 тысяч двустишей, шлок, что в несколько раз длиннее «Илиады» и «Одиссеи», вместе взятых. Исследователи П. А. Гринцер, Ябв, Васильков, Джоули, Брокингтон, считают, что в основу эпоса легли предания о реальных событиях в Северной Индии в Экс, Вивека до Н. Э. Войне между союзами племен Куру и Панчалов, Победа Панчалов. Датировка по родословной относят битву к 11 векам до Н. Э. Средневековый и Инд. Астрологи датируют 4 тыс. До Н. Э. Это отвергается современными учеными. По данным лингвистики и археологии это было не древний 2 тыс. До Н. Э. Несмотря на то, что древнейшие пласты Рамаяны и Махабхараты, и это война Саагаста и Раваны 7500 лет назад, и Великая Межебожная война 7000-5000 лет назад. Поздним аналогом Рамаяны стали войны Ариарамны против демонизированных царей Древней Индии, приблизительно это 650-610 до Н. Косвенным доказательством этого является то, что Махабхарата была лет через 50 после Рамаяны является то, что в Махабхарате описываются участники Рамаяны как постаревшие и отошедшие от дел Пашурама. Хануман Сложно-стоставный персонаж Пашурама, в котором видится отождествление Радагаста, Саагаста и Ариарамна упомянут как старик, обучающий юнцов и отдающий им последнее перед уходом из мира сего. Значит, если Рамаяна приходится на молодость, Ариарамна Амахабхарата приходилась на молодость Арсама, а в следующем поколении уже явились Заратуштры, Панини, Пенлалы, Будды, Махавиры и другие. Куру хорошо прослеживаются в 12.9 в БДН, в Северная Индия, Междуречий, Приток Инда. Сателлиты Куру — это Бахика, Мадра и Гандхар. Панчала, Панчла — исторический регион в Северной Индии. Ганго и Мунское Междуречие Ориентировочно около 1100-1600 году до Энн, сателлиты Панчал — это Мацья, Кунти, Шабхала, Седа, Касала и Видиха. Куру предположительно были потомками Кира Ай, а Панчалы представляли из себя авангард арийского вторжения полководцев Ариарамна. Из-за политики, направленной на внутреннее укрепление державы Астиага и последующей войны Астиага с Киром, присоединение Индии начатое Ариарамном не завершилось. Далее Кир-2 погиб ранее, чем смог заняться Индией. А к временам Дария и Ксеркса, Персии более важным было северо-западное направление. Арджуна мог быть сыном или внуком Ариарамна, вероятно, по линии Арии-Сана, так как в Парсавской ветви ранних времен в именах делался большой упор на арийском и божественное происхождение. Ариарамна – Арий благодатный, Арии-Сан – Арий солнечный или сын Ария, Арсама – Арий самый, Дарий Персович-Аревич, Парсонт – потомок Перса, Персидат – Артанай, лучший в правде, Тигран – Тегейерон, Фарнак – благословенный, а пандавы называются Ариями, сынами богов, лучшими из людей, правдивейшими и тиграми среди. Людей Реконструируя смысл имени Арджуна в контексте Ария-Рамна, Ария-Сана и Арточка-Сама получаем Арточка-Джана в Арии Победоносный или Арии Победитель. Но вероятнее, что Арджуна – Арджунр – со значениями белый слэш светлый, серебряный, восходит к Арияна, то есть этимологические имя Арджуны-Арияны и названия Ирана-Арияна отождественны. Кроме того, махабхаратский Арджуна по ряду аспектов и описаний сопоставим с Арджаспом, Арджадаспа, Араджатасп из авистийской литературы, который был врагом Виштаспа. Если Арджуна равно Арджасп, то поскольку он был современником Виштаспы, и по генеалогии Ария-Рамновичей приходился ему племянником, хоть и был не намного младше самого Виштаспа, так по известным годам жизни Виштаспа можно приблизительно датировать время жизни Арджуны, а значит и событий ставших одним из слоев Махабхараты. Арджасп в иранской мифологизированной истории вождь кочевых туранских племен Хионитов, Эфталитов, выступающий воинственным противником веры Заратуштры, Зарастризма. Та есть, видимо, после того, как Ахимениды помогли Пандава-Панчальскому союзу, их сотрудничество прекратилось и начались идеологические разногласия, перетекающие в войну. Вероятнее всего сотрудничество Ахименидов и Пандава-Панчальского союза преподает на поздний период. Правление Кира-2, а конфликт между Ахименидами и Пандавами разгорелся после смерти Кира или даже после смерти Камабазия. Арджасп посылал к Виштаспу, колдуна Ведоравша и нам хваста, сына Хазара, предлагая отречься от веры, в противном случае угрожает войной и бедствиями. Имя Ведоравша реконструируется как Ведураспа, Ведура-конный или Ведуравша, то есть Ведурович, в таком случае это или тот, кто в Махабхарате известен как Ведура или его сын. Виштасп Отвергает это требование, и в битве Виштаспа, Зарер и Баствара одерживают победу, но последний гибнет. Арджаспа калечит. Тогда Вандарманиш равно Юдхиштхера, Пышану на основе схожести имени равно Пхишма или Пхима, а Тантри Иванта, может быть поздним аналогом Кришны. Ариарамновичи воевали за утверждение генотеистического культа Всевышнего Ахура Мазды, в то время как Кировичи пошли на слияние с местными девопоклоническими культами. От этого противостояние почитание Всевышнего почитанию демонов, которое также прослеживается в Махабхарате. Война между Пандавами и Кауравами имеет мифологическую трактовку, на Курукшетре должны быть истреблены воплотившиеся в Кауравах демоны Данавы. Именно для того, чтобы провоцировать необходимый для начала вражды династический конфликт, Шивой в дар Данавам создан Дурьотхана. Кроме того, из жертвенного алтаря чудесным способом рождена Драупади, которой суждено вызвать вражду кшатриев. Особая роль в замысле богов отводится Корне, по утверждению Всеведущего Вьясы, сын Сурьи Карна появился на земле, чтобы сеять раздор. Центральным эпическим героем Махабхараты следует признать Карну. Корне открыт замысел Кришны о необходимости битвы на Курукшетре для истребления кшатриев и воплотившихся в них демонов. По мнению Кришны, без участия Карны битва бы не состоялась. Кроме того, именно с его гибелью на Курукшетре поражение Кауравов становится неизбежным, а и также завершается два пара юга и начинается Кали-юга, о чем свидетельствуют космические катаклизмы. Описанию гибели Карны сказания уделяет больше места, чем чьей-либо другой, включая Божественного Кришну, а его оплакиванием завершается батальная часть центральной фабулы о вражде Пандавов и Кауравов. Ванары, Санскар. Аиаст, Внара, которые согласно Рамаяне помогали Раме, это Ваниры, Дир, Скант. Ванир, Англ Венерс, Урартианцы из Ванского царства Урарту, Арарате, Биайнили, Ванское царство, Урартск. Курбайнр, Арм. Которые также были в составе воинств Ариарамна, вторгшегося в Древнюю Индию. Пандавы, поддержанные Кришной, а, возможно, отсылка к тому, что Кир-2, Куруш, поддерживал индийских Ариарамновичей Но это мог быть и не сам Кир, а, например, Виштасп или его доверенный соправитель Заратуштра Скрещение Кира-2, Виштаспа и Заратуштра, возможно, и дало Кришну как божественного царя, удельного царя и философа В таком ключе детские злоключения и подвиги Кришны Ганимова Камсой, тяжелое детство Кира Ганимова Астиагом Оттого Бхагавадгита видится многократно переосмысленной овестой Эпитет Кришны Мадава также указывает на Мидию и наклонные черта влево или скифского князя Мадая, союзника Ассирии, и наклонные черта влево или даже на древнего Мадая, меда А другие истории говорят, что Кришна Мадава в свое время убил демонического Мадху, параллель с Киром Мидийцем по матери, победившим Астиага Почему Кир не поддержал Кауравов в родичей, вероятно Один ввиду идеологических разногласий Два по тому же, почему Астиаг отдал дочь за Камабаязия Индийские ариорамновичи не представляли династической угрозой Киру и его детям, а индийские кировичи могли представлять угрозу его династическим правам Предыстория Индии Существование на территории будущей Индии разных человеческих и полуобезьяньях популяций Приход дравидов в устроении первой версии ведической Индии Азагаредратхи Приход Раваны на Ланку Очистительный поход Саагаста Исход осколков Ракшасов после смерти Випхишна в Месопотамию и Египет Жертвоприношение 10 тысяч коней, в ходе которого родился Индра и стал покровителем народов Индостана Пласты сюжета Махабхараты Один Великая Межебожная война, Хишмадьяус, война богов и демонов 2.5 тысяч в 4900 древняя Индия после ВМБ, Вьяса, Кришна-Ай, Шакуни 2.2 сложно атрибутируемые события, когда индийские города торговали с Междуречьем, Уром, Вавилоном, Ашуром, Иранским Нагорьем, Сагаратианской империей и другими близкими странами 3.500-1400 древняя Индия в войны арийского и неарийского царств, Тхима, Хидимба, Гатоткач, Драупади и ее полиандрия Времена до высыхания реки Сарасвати 4. Махаджанапад, Санданшантану, Арджуна, Арджасп, Пандавы и Кауравы Кришна-2 Времена Кира Великого и Виштаспа Кимвраны до Индии дошли только как правители, а вот основная масса арийских народов пришедших в Индию вследствие переселения народов обусловленного Кимвранским исходом были метанийско-хуридского происхождения Второй по численности является субстрат населения Иранского Нагорья Теснимого на восток метанийским и кимвранским переселением Ритта Великому Сагайра Кнесу Один, и все провозглашаем, а Бог Сагайра, свое извечное стремление следовать истине Твой завет, мы чтим как народ твой Два, повергни врагов наших, всех лжесторонников и каждого лжеца Повергни их вовеки и истреби всю ложь Три, а истреби их нами, твоими же перстами Пусть будет ложь повержена, а правда высияет Сияние победное Четыре, даруй нам силу знать И утверждая истину, истребить с мира ложь Всепобеждающая мысль твоя, пускай направит нас Пять, осиятельный княже, Сагайра, всепремудрый Всезрящий всемогущий приведи к победе славный нас Шесть, повергни злых врагов, неся в миры сияние и нетленную святость Всевышнему слагаем рикту и мудрости его Семь, соколу небесному, сиятельному солнцу Изведавшему глубину морского дна Восемь знает он, могучесловный, могучеславный Всех месяцев двенадцать С потомством многим их Он знает каждого родившегося Девять, он знает ветропуть, широкого, высокого и сильного Он знает тех, кто восседает на тронах правящих мирами Десять, Сагайра, могучесловный, расположился в водах Для безраздельной власти, великого ума Одиннадцать, оттуда все сокрытое, внимательно он бдит Сотворенное и что будет сотворено Двенадцать, пусть вседневно великий ум безбрежный создаст нам верный путь Продляя жизни наши и изгоняя тлен Тринадцать, так речем славно верно, в познании глубинного Огня могучи рукова и громогласно мудрого Священного сага эра Четырнадцать, единый безобманный и любую ложь сожжет, и хавахса устрашенный не смеет подойти Горит пламень величия, неугасимым знанием Пятнадцать, велик он средь богов, велик он средь богов, велик он средь великих Велик он средь людей И нет сравняемого с ним Шестнадцать, и так идут молитвы, подобные коровам Голодным жаждущим на пастбище обильные, где солнце ведет луч Семнадцать, ведет мысль правда божская Сага эра, грех чтобы уничтожить, являлся в этот мир Дает он веды славные и таинства рахманов Восемнадцать, и так всю песнь составим, чтоб правду рассказать, которая сияла Зовя людей к богам Их боги принимали подобными себе Девятнадцать, хагасту со зловещего, и дана в князь со злобного сразил князь всесожжение Оревичей храня Оревичей уча и о грядущем сказывал Сага эра всемогущий Двадцать, царил сверхбокса гайра, над небом и землей, над горами и дном морским Грех всякий изгоняя и указуя путь Двадцать один, которым проведет их, кто истинный явитель, кто истинный учитель Славян в грядущий мир Славян в грядущий мир Славян в грядущий мир